У автобуса, курсирующего по маршруту номер 461 от улицы Маршала Бирюзова до станции метро Юго-Западная, сейчас перерыв между рейсами. Водитель использует это время, чтобы провести поддерживающую санобработку салона. В его распоряжении антисептик и тряпка. Это мы делаем с утра и после каждого круга мы делаем наконечко. Проверяем салон, если лишние вещи, протираем оборудование и поручни, ручки, руль. Вот где у нас на сиденьях есть ручки, вот эти ручки тоже протираем. Такую санобработку водитель проводит от трех до пяти раз в день после каждого круга на конечной станции. После окончания смены машины уезжают в гараж. Ночью там производится полный цикл уборки и дезинфекции салона и кузова. Содержание автобусов пассажиры оценивают положительно. Комфортно, довольно-таки доступно, быстро. Да чисто все везде. Мне нравится чисто все. Эпидемиологическая обстановка в Москве и Подмосковье нестабильна, поэтому перчаточно-масочный режим в общественном транспорте никто не отменял. За его соблюдением следит водитель, который находится в салоне, в перчатках и защитной маске. Оплата проезда, в том числе в целях безопасности, производится безналичным способом. Оплата все больше и больше уже безналичная. В автобусах установлены терминалы. Это упрощенные уже и по телефонам, и по часам, вы знаете, насколько. И в основном это карты любой модификации, как банковские, так и тройка. Все-все-все карты проходят. Установлены как у передней двери, так и у средней двери. Ну, если три двери, то это три двери, три поручины, три терминала. Безналичка все больше и больше и больше. Это и людям, и пассажирам удобнее, и водителю меньше отвлекается, соответственно, от дороги. Всего введение межмуниципального автотранспортного предприятия номер 6 около 500 автобусов. В Одинцове чуть меньше 300. При этом меры эпидемиологической безопасности соблюдаются всеми сотрудниками. Наталья Кончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.